всем привет так давайте я проверю как видно как слышно и будем начинать здорово 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 должно было начаться уже должно было начаться сейчас у меня тут реклама пройдет так вроде началось жене так вроде все норм да слышно видно объясню изменения тем вебинара и всего остального вот да всем привет марафон сам в первую очередь и просто тем ребятам которые в течение года смотрели меня на ю тубе вот всем всем здорова в первый первый тезис ребят я понимаю что у кого-то уже не 12 часов ухода сдвиг по времени там плюс 5 плюс 4 плюс 7 это значит что все все забудьте забудьте про математику понимаете забудьте сейчас давайте я вам скажу кому-то это может быть понравится кому-то не понравится кто-то это понимает кто-то не понимает это но это максимально важно реально я и на себе на своем примере это проверил понять чем дело вот как бы сейчас там 12 дня и сейчас вы хотите я просто когда составлял расписание изначально поддался трендом ютуба из серии шпаргалка в последний день там 234 часа давайте бомбися на доске а потом я вчера вечером сижу и такой думаю так кажется что я не выпустил ролик по таймингу на игре реально сколько минут тратить на какую задачу да потому что вот это реально можно слить на изи зарешаться случайно потратить времени на то и потерять драгоценные баллы да вот как бы и думаю так то есть сейчас мы будем завтра три часа писать на доске просто всю теорию с первой части до последней такой так всю нет мы точно за три часа нифига не напишем всю даже за пять часов не напишем мы что-то напишем что только что проговорили на открытых роликах на ютубе да миллион всего этого да миллион есть прошлогодние шпаргалки они ничем не отличаются от тех что сейчас понимаете да проговорили на щелчке и так далее в чем смысл на мой взгляд от этого у вас голове произойдет только каша написать шпаргалку это знаете шпаргалку я как представляюсь это маленькая фигня такая которая может реально вас выручить с какими-то фактами которые вы постоянно на егэ забываете ну можете забыть при решении задач забываете маленькая но это не маленькая это доска она большая и она вся будет исписана много-много-много десятки раз за такой стрим типа ну вы поняли о чем я короче это нафиг не надо на самом деле к тому же у вас есть свои материалы которые в течение года копили скачивали и так далее поэтому вот я просто сидел и думал так максим ты будешь про испоргалку кажется не хочется делать то что ты считаешь абсолютно бессмысленным вы знаете там в час дня по моему математиком гу будет про испоргалку кому надо идите но я не вижу никакого смысла вы на мой взгляд обычно на последний стрим такой перед егэ ну как последний чем сегодня будет премьера моё как обычно ежегодное напутствие перед егэ буквально часиков четыре после релакс стрима два часа релакс вот вы обычно приходите уже потусоваться и просто посмотреть я не думаю что то что вам покажут на стриме лучше чем ваши записи вы сами знаете лучше ваши слабые места моменты в которых вы можете ошибиться вот осознали да поэтому давайте поехали вот про тайминг на егэ поговорим вот это реально максимально важно какие-то основные моменты вспомним почему потому что слить драгоценное время на егэ вот это реально может быть проблемой я сейчас озвучу какие-то тезисы для многих из вас они типа могут быть да максон ну это очевидно типа это понятно что ты нам рассказываешь да но почему-то это очевидно и каждый год люди выходят секретики да блин ну я вот максим олегович вы же говорили но вот я так не сделал поэтому давайте обсудим значит приходишь на егэ так ты приходишь на егэ во первых помнишь да как ты заходишь рассказываю еще вот егэ да вот тут просто ты просто просто вот так просто вот так залетаешь вот так стоишь что там бланки не бланки вот так просто ну так на людей смотришь все если видишь таких же как ты которые также заходят они отсюда с этого стрима все просто ровно садишься короче вот так кладешь все изи дальше короче да ну ты понял да руками можно делать как макгрегор просто вот так вот так просто залетаешь короче вот все залетел сел рассказываю как все будет завтра происходить все у тебя бланки так у тебя бланк все тут задачи короче пошли 1 12 от еще да так здесь справа женщина женщина она тебе рассказывает правила чего лучок пучок что делать как оформлять и так далее тратиться на это какое-то время правильно она рассказывает тебе там чего-то там но ты же умный ты умный все ты заранее посмотрел как заполняет ты много раз в течение года заполнял значит ты чё делаешь женщину да все ты не слушаешь ты ее замьютил так ты начинаешь палить вот на эти задания просто это первая часть ты просто вот так так эстония 7 ты просто начинаешь в уме накидывать так накидываешь по бырику задачи приживается ты их быстро уничтожаешь так все а горит там погнали ты хлоп-хлоп как разбираться с первой частью все это не шутки этого мнения не юмористический стендап здесь реальная морфи морфи ой хотел сказать морфемика никакой морфемики реальный тайм-менеджмент реальный тайм-менеджмент последний день передвигать значит решаешь первую часть значит давай что по времени значит напишем давай первая часть 1-12 задание 1-12 задание ну понимаете да вот как бы и вместо этого я бы сейчас рассказывал вам что синус в квадрате альфа плюс коснус в квадрате альфа равно единица потому что это главная формула на егэ в тринадцатом номере дурак что ли совсем типа чё несешь вот то ли дело женщина правильно зачеркнутое 1-12 задание здесь есть несколько вариантов зависимости от того сколько баллов вы хотите набирать я буду ориентироваться что вы хотите набирать 90 плюс и под сотку значит те кто хотят набирать 80 у вас жизнь сильно проще понимаете вы можете успеть решить егэ по кругу пять раз примерно просто вот так по кругу исправляя свои ошибки если что вам 1 часть 13 15 17 на 8 до 19 а подстраховаться поэтому вас как бы все проще а смотрим я вот на это дело говорю 10-15 минут и то это как бы много давайте зафиксируем 10-15 минут но есть один нюанс вариант такой а если вы знаете за собой что вы в принципе довольно быстро решаете но эта скорость а из-за скорости вы делаете какие-то случайные ошибки то я бы еще потом выделил плюс 10 минут на перерешивание ну рассказываю как это работает вы скажете максим олегович типа 25 минут получается 20-25 минут на первую часть слишком много дружище если ты делаешь хотя бы одну ошибку в первой части фиг знает компенсирует что его 2 или не компенсируешь понимаешь да поэтому эта проблема первая часть должна быть выполнена на максимум но к сожалению каждый год люди ее лажают и делают какие-то ошибки есть у тебя ошибок случайных нет ты это за собой просто знаешь в принципе исходя из пробников который писал в течение года все 10-15 минут и сразу пишешь в бланк ответы все ты записал у тебя нет вопросов прошло 15 минут у тебя сколько баллов 62 за первую часть теперь поехали дальше начинается вторая часть это первое это вторая со второй частью все сложнее до важный момент чисто гипотетически предположим так часто отдать наберу так сейчас али али иван валерьевич до его реча это правильно так такой вопрос чё по это самое чё по гробам в первой части в этом году а не придумали а все не будет да то есть как как раньше все свипи все старое в прошлого года все все гробов первой части нет на всякий случай скажу вдруг он короче обманул вот смотрите если вдруг но так получилось в первой части есть гроб ребят давайте договоримся это может быть одиннадцатая задача теория вероятности какая-то сложная все что угодно так давайте договоримся пять минут и слив вот это сейчас я не шучу ребят я это просто с юмором подаю но кроме шуток тайм-менеджмент может вас спасти я расскажу что там дальше истории какие были просто из-за одной задачи человек сливал всю игрушку практически пять минут и слив что значит слив смотрите предположим у вас какая-то задача но я не знаю теория вероятности вы понимаете что это хоть там новый прототип вы к этому были не готовы но реально ну бывает допустим и вы сидите над ней уже пять минут и так далее это слишком много этой задачи на теорию вероятности да вот и у вас продвижения нет но вам-то обидно вы думаете да что ж такое я всегда ее решал и вот это довольно серьезная вещь вы не смотрите на время вы когда решаете задачу время течет совершенно по-другому и вы можете просто зарешаться и потратить на нее 20 25 минут в то время как там какой-нибудь параметр или 16 или 19 просто супер изи вам не хватит на него время поняли слив это значит вы откладываете ее на потом наконец там ну там через час там вернуться к ней подумать когда уже перепишите часть задач в бланк осознали я рекомендую вот буквально пять минут ну понятно что если вам осталось до решать две минуты то понятно 5-7 минут там это это нормально в общем это важный теннис многие его не понимают и вас не должно быть никакой дизморали после этого попалась сложная задача у вас есть четкий тайминг смотрите либо по часам либо по часам которые висят на стенке не получается решить в уложку в отведенное время которое вы для себя сами отвели слейте задачу по-братски я умоляю потом скажете спасибо вы решите другие не потратите время на это понятно просто пока сливаете и откладывать и весело идете дальше зафиксировали пять минут буквально все время расписано поехали дальше 13 номер на что мы сразу смотрим когда мы смотрим на вторую часть давайте сразу посмотрим на тринадцать пятнадцать семнадцать то есть вообще говоря вообще говоря я сразу посмотрел бы на три номера успокоился бы и понял что это самые базовые номера обычные так что делаем с этими номерами давайте расставим время я расставлю с запасом ну там ну хорошо она 10-15 минут я расставлю прям с запасом с проверкой вычислений 20 минут так смотрите важный момент сразу в бланк никаких нафиг черновиков почему первый тезис вы теряете довольно много времени при переписывании это раз во вторых я вообще вот например переписывать не умею это тупость какая-то ну типа ну я очень не помню такого типа 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 я решила черновикей такой типа это что контрольное переписывание это типа в школе такое было у кого плюс в школе было в 3 классе контрольное переписывание никогда не понимал что это такое и по тебе кладут тексты ты как олень извините я не хотел никого обидеть никаких оленей а то у меня общество защиты оленей вообще просто развалит и ты такой переписываешь тупо текст и потом оказывается что у тебя короче еще куча ошибок, ты, короче, переписал не так. Ты такой, типа, ну, вот, просто же нужно было один в один переписать. А Ctrl-C, ну, вот, короче, понятно, да? Вот, ну, я этого не понимал. Ну, типа, зачем? Зачем это, типа, было надо? Вот, короче, при контрольном переписывании, вы сами знаете, можно сделать какие-то, типа, еще ошибки, да? Вот, поэтому у вас, как бы, когда вы переписываете, напрягается другая часть головы, которая отвечает за Ctrl-C, Ctrl-V, за идентичность, но вы вряд ли сможете еще одновременно продумывать логику решения. То есть, переписывание, ну, такое себе. Понятно, можно сделать случайную ошибку при переписывании, раз, а самое главное, вы тратите кучу времени, 13, 15, 17, сразу в чистовик, сразу в бланк. Это не касается тех, кто хочет написать тому слово на 70-80 баллов. Смотри, дружище, я знаю, ты здесь есть, я тебя вижу, вот ты прям пришел и смотришь на меня, там, да? Это ты. Ты хочешь написать на 70-80 баллов. Не говори, что это не ты. И, значит, смотри, тебе вообще без разницы. Пиши, что хочешь, хоть где, хоть пять раз реши на черновике, потом перепишешь. Братанчик, у тебя 3 часа 55 минут на первую часть, на 13, 15, 17. Ты можешь несколько раз решить и перепроверить. Мало того, тебе так и нужно сделать. Тебе нужно решить на черновике, перепроверить, переписать, и потом то, что ты переписал, еще раз перепроверить. У тебя времени хватит за глаза. Понятно? Кто хочет на 80 баллов, вообще на изи, ребят, спокойно себя перепроверяйте, у вас времени в вагон. Вообще всего хватит. Понятно, да? Да, это я, конечно, это ты. Конечно, это я же тебе и обращался. Ты на 80 баллов, ты ж куда? Давай, братанчик, завтра ты просто там изи 84 сделаешь. Смотрим. Это сразу бланк, правильно? Хорошо. А, еще важный момент. Кто-то боится писать бланк. Ну, там, условно, я такой пишу, такой, там, синус 2 альфа равно, такой написал, 3 синус альфа, косинус альфа, такой, что там. И такой, ой, блин, здесь же двойка. Ну, типа, давным-давно в мире придумали простое средство, как бы, от ошибок. Рассказываю. Я это черкиваю вот так. Смотрите, вот так надо делать. Кажется, все, проблема решена. Ну, типа, хорошо, если вы заботитесь, типа, о моральном состоянии эксперта, это тоже нужно, конечно, делать с точки зрения оформления решения, чтобы было приятно вас проверять. Ну, как бы, вот это не ошибка, понимаете? На ЕГЭ проверяют, как вы задачи решаете. Там, а не чистописание. Да, конечно, хотелось бы оформить получше, но вот это, что это такое? Зачеркнул, и все. Вы можете хоть пол листа перечеркнуть, вот так и сказать, не получилось. К успеху шел, не фартануло. Правильно? И начать решать заново. А они пусть листы перебирают ваши зачеркнутые. Это их проблема на самом деле. Поэтому все сразу в бланк. Понятно, авторская. Это формула авторская. Понятно, да? На ЕГЭ пишем формула авторская. Вот. Понятно. Значит, смотрите. Так делать можно. Написали 13-ю, нашли ошибку, зачеркнули, написали ниже правильное решение. Все, вы красавчик, вы не тратили времени на черновик. Хорошо. Давайте зафиксируем, что по времени. Я посчитаю по максимуму. Так? Вот представьте. Значит, предположим, вы краб, и у вас 15 минут и 10 минут проверка. Вы 25 минут потратили на первую часть, но зато вы сделали ее идеально верно. Так, 25, сейчас надо авторски посчитать. 25 плюс 15, 40, правильно? Плюс 20, час, 10, час, 10, правильно? Хорошо. 1 час, 10 минут. Вы потратили. У вас сколько баллов? У вас 80 баллов. Вот. У вас времени дофига. А знаете, в чем прикол? У вас это все в бланке. Вы просто уже вот так можете просто вот так сидеть, типа, просто так на чуваков смотреть, типа, которые в черновике решают, и у них нифига еще не перенесли. Просто вот так с кайфом. Вот так. Понимаете? То есть, как бы, у вас зафиксированные 80 баллов. Прошло час 10. У вас в чистовике написанные решения задач. Вы вообще спокойны. У вас все получается. Яхты, машины. У вас все уже будет. Вы уже знаете, что вы дикая, абсолютно бешеная машина по уничтожению задач. Вы спокойненько берете перерыв 5 минут. Я бы взял спокойно разгрузил бы голову вот этих задач. Я бы взял перерыв 5 минут. Схавал бы шоколадку. 5 минут перерыв. Съел бы шоколадку, попил бы водички. Так. Хорошо. Едем дальше. Начинаем смотреть на другие задачи. Здесь важный прикол. Какие задачи остались? Давайте авторскую формулу сотрем. Авторскую формулу сотрем. А, лол! Ну и вы знаете, да? Я просто не понимаю, почему до кого-то до сих пор не дошло. Вот вы сами подумаете. Как вы потом себе это объясните и простите? Я вам весь год говорю про одно и то же. Вот ты приходишь на открытый стрим. Так? Тебе что-то там рассказывают. Да? Веселять тебя. Контент рассказывают. У вас 2 557 и 1100 лайков. То есть 1400 человек завтра не получат баллов от эксперта, потому что им тоже просто будет лень взять ручку и написать баллов. И они сделают так. Ноль, 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 ноль. Все, понимаете, да? Золотое правило. Пришел на открытый стрим, ставь лайк, иначе жадный эксперт тебе не поставит баллы. Давайте смотрим, какие задачи остались. 14, 16, 18, 19. Ну и вот здесь стратегия довольно важна. Собственно, вот по этому комплекту задач будет, по сути, определяться, кто ты. Ну, чемпион или, понятно кто, или, ну, там, который за баками песок ест. Вот, что бы я в первую очередь сделал? Значит, я, смотрите, давайте такую схему составим. Я нарисовал бы 16-ю чертеж в чистовик. Сразу в чистовик. Так? Вот. И посмотрел бы на него. Мало того, кто-то сейчас мне скажет, Максон, ты чего? Ты же не любишь стерео. Я прочитал бы 14-ю пункт А. И если там не какая-нибудь шестиугольная пирамида и какая-нибудь там еще дичь, а самая обычная фигня, я нарисовал бы чертеж. В чистовик чертеж. Не тратя времени. В чистовик чертеж. В чистовик. Понятно, да? Вот. Дальше я начал бы решать 16-ю пункт А. И 14-ю пункт А я просто посмотрел бы на геометрические конструкции. Да? Понятно. Вот. И 16-е, скорее всего, пункт А уже бы умер. Что-то из пунктов А здесь может умереть. В 19-ю я бы загрузил себе в голову сразу пункт А. Попробовал бы его порешать, но в черновике. Черновик. И если все бы выгорело, я переписал бы в чистовик. Давайте, сколько времени я позволил бы себе потратить на эти задачи? 15 минут, 15 минут, 10 минут. Так? Хорошо. Смотрите, что нам это дает? Я сейчас объясню. Это очень важный момент. Вы должны найти слабое место этого варианта. Но есть одна проблема. Это правда. Она существует. Вы не бойтесь. С вами этого не случится, потому что вы на этом стриме. Он заряжен на успех и на удачу, этот стрим. Каждый год есть какие-то задачи, которые сложнее среднестатистических. В смысле, они нормальные. Но, например, в 17-м году был какое-то подкоренное выражение гигантское, шестизначное. В 14-е какая-то шестиугольная призма. В 19-е был абсолютно адский гроб в Питере. И так далее. Причем не только в Питере. И были варианты, в которых на разных позициях попались все вот эти усложненные задачи. Это, конечно, проблема. Но в среднем, чаще всего, вариант сбалансирован. У него есть какое-то сложное место и слабое место. Вам нужно прощупать. Реально. Это максимально важно тактически. Что в вашем варианте проще, чем другое. Значит, после этого я на черновике попробовал бы написать по параметру что-то. Черновик. И потратил бы на это 20 минут. Вот. Смотрите, что происходит. Да? Что происходит? Вы тратите здесь еще целый час. Но за этот час вы понимаете, что из этих задач решаемое, а что нет. То есть у вас здесь вы потратили час 15, так? И еще потратили вот этот час на исследование этих задач. Но что значит на исследование? Значит на решение. То есть всего вы потратили два часа 15 минут. У вас чертежи в чистовике. И вот здесь в черновике есть какие-то рассуждения. Но скорее всего за это время вы уже что-то решите. Там отсюда один балл, отсюда один балл, отсюда один балл. И хотя бы что-то отсюда там, да? Из параметра на один балл уже у вас будет рассуждение. Итого у вас уже 88 баллов. Все? А вот дальше самый всегда большой вопрос. Что делать дальше? Как 88 превращать в 100? А это исходя из этих четырех задач вы уже сами выбираете. Вот я вам отвечаю. Из этих четырех задач вы уже найдете себе задачу, которую вы будете говорить, все, я знаю, как ее растащить. То есть по сути после этого вы что делаете? Вы решаете здесь пункт B, здесь пункт B. Дорешиваете параметр полностью и здесь решаете понятно что. B и V. Причем когда вы исследовали эти задачи вот 15, 10 и 20 минут, очевидно, что если вы такие смотрите на 16-ю, убили очень быстро пункт A, такие, да блин, Максон, это ортоцентр, я знаю, пункт B. Вы его сразу гасите в чистовик и закрываете вопрос 16-й. То же самое со всеми остальными. Например, вы решили пункт A в 19-й и у вас сразу попер пункт B. Вы его сразу гасите в чистовик. Понимаете? То есть совершенно недопустимо, чтобы вы не успели посмотреть на какую-то задачу. Например, потому что может быть посложнее 19-й пункт B, но компенсация за это простой параметр. И так далее. Осознали? То есть оставшееся время у вас остается сколько? Еще там час 40, 1 час 40 минут. Понятное дело, вот это самое драгоценное время, которое вы должны себе оставить, исходя из этого плана. Если вы будете действовать нерационально, не по плану и терять время на каких-то жестких задачах, которые там сидеть на них долго тупить, то все, к сожалению, будет беда. У вас не останется этого времени, у вас останется 40 минут. И вы не успеете 88 превратить в 100. Вы просто не успеете дорешать. То есть вот это время идет на дорешивание. Это время идет на дорешивание. Теперь важный момент. Ну и понятно, кто-то превратит это в 96, кто-то в 92, кто-то в 100. Важный момент. Здесь тоже надо сказать про время решения. Это время решения каждой задачи или то же самое, это время слива. Что это значит? Ребята, я понимаю, что это тяжело сделать на ЕГЭ, но я вас очень прошу, условно, предположим, чисто гипотетически в 17-й задаче гроб, хотя после моих гробов я не знаю, что там может быть. Там гроб. Вы решаете 20 минут. Ситуация может быть абсолютно разная. Вы решаете и у вас типа, ну, вы думаете, что у вас модель правильная, но ответ плохой, так? И вы не можете дойти до конца решения задачи. У вас все время плохой ответ, вы не можете дойти вычислительную ошибку, так? И вы раз и раз допроверяете и тратите время. Реально, я знаю, людей было на ЕГЭ у моей ученицы. И она не смогла отказаться. Она час 20 на 17-ю потратила. Час 20. В итоге ошибку не нашла. Она не смотрела этот стрим, она не слушала меня. В итоге что у нее? У нее дизмораль после того, как она ее не решила. То есть она так ее и оставила. Времени нет. Все. Все. Это просто все. Это конец. Понимаете, да, о чем я говорю? То есть такого быть не должно. Так, а что час встал? А, стрим. Понимаете, да? Сливайте. Не бойтесь слить задачу. Слить, отложить в конец. Давайте здесь напишем, что это время еще идет на дорешивание слива в том числе. В это время вы можете вернуться и отрешать то, что вы из первой части отложили и так далее. Поймите, вам гораздо спокойнее будет, когда у вас до плеча не уже будет оформлено условно на 80-88 баллов задач в чистовике, но какие-то вы пропустили. Это же лучше, чем если вы заклинились на какой-то задаче и сидите над ней час, а остальное даже не успели посмотреть. Вот ключевой теннис. В ЕГЭ много задач во второй части. Семь. Можно посмотреть разные и понять, какие из них проще. Осознали? Это максимально важно. Хорошо. Давайте поймем еще следующую штуку. Я, кстати, только что до этого стрима записывал для вас итоговое наставление. Я всем рекомендую. Там будет четко. Вот. Теперь давайте. Ребят, хорошо. Давайте так. Я хотел еще быстро, прям по задачам, напомнить основные моменты. Пробежаться по второй части, сказать, вот тут вспомните вот это. Ну, типа как мини-шпаргалка, просто чтобы вы тезисы записали. И каждый на ЕГЭ, например, условно, 15-ю задачу решит, в бланк запишет и скажет. Так, Максон, Максон, ты что там говорил? И Максон такой. Я тебе говорил, проверь свойства. Там логарифма условно. Как ты там разбиваешь, не нарушил ли ты ОДЗ и так далее. Раз, два, три. Так, Максон говорил, проверить три пункта. Проверяешь? Все, можешь оставлять. Плюсик в чат. Если с этим понятно, я тогда стираю. И ключевые тезисы. Это будет важнее любой шпаргалки и тупых формул, потому что вы все это знаете формулы. Я назову какие-то тезисы, что проверить в каждом номере после того, как вы записали его в бланк. И, возможно, кого-то это спасет. Хорошо, полетели. Ракеты, пушки, машины бешеные. С планом, я надеюсь, понятно. Ребят, это не шутки какие-то. Это не просто так. Я вам серьезно говорю. План очень важный. Четкий тайминг. Сколько времени тратит на каждую задачу. Какая стратегия, какое приступать, через какое время ее слить. Вот я вам все это рассказал. Пожалуйста, подумайте об этом. То есть это реально спасает ребят на ЕГЭ. То есть делайте четко по плану. Хорошо. Значит, поехали. Давайте поймем следующее. Тринадцатое, так? Номер 13. Ну, давайте в пункте А. Нас удивить в принципе не может вообще ничего. Максимум-то может быть какое-то ОДЗ. Давайте, наверное, просто из основного напишу, что самое стандартное. Ну, что-то вот такое. Синус х умножить на косинус х плюс косинус х равно 0. Не делить. Не делить на косинус х. Не делить на него. Вынести его за скобку. Вот это, наверное, одна из самых распространенных ошибок. Просто на ЕГЭ занервничал, увидел, что можно поделить. Поделил, потерял корни. Не надо такого делать. Все остальное в пункте А. Тринадцатое вы знаете. Формулы какие-то, если будут, они будут даны. Посмотрите на них. Все. Раскрывайте, преобразовывайте, сводите к элементарному уравнению. Никаких хитростей там нет. Все. Там все полная халява. Хорошо. В пункте Б вот здесь важно. Напоминаю. Я про самый распространенный способ скажу. Отбор по окружности. Так. Самое важное. Как оформить. Да. Вот у вас, например, был какой-то промежуток. Не знаю. От Пи на 2 до 2 Пи. Так. Что нужно сделать, чтобы засчитали полностью пункт Б? Вы должны отметить точки, заштриховать кусок окружности, отвечающий за этот промежуток. А затем вы должны отметить здесь точки 3 Пи на 4, например, которые вам подходят. Не знаю там. И 3 Пи на 2. Все. Этого будет достаточно. То есть, если у вас ваш промежуток от Пи на 2 до 2 Пи. Вот вы его заштриховали на окружности. Попали в две точки 3 Пи на 4 и 3 Пи на 2. Вы их отмечаете и пишете в ответ. Никаких обоснований больше не надо. Понятно, да? Стрелочки тоже можно показать. Мало того, возникает вопрос. Если промежуток большой. Например, от Пи на 2 до 4 Пи. Так. Можно ли использовать улитку? Да, можно. Улитка это вот такая фигня. Вот она, улиточка. Вот досюда будет 2 Пи. И вот она делает еще один полный круг до 4 Пи. Можно использовать улитку. Вы вот так делаете. Раз. У вас получается 2 решения. И вы делаете там вот сюда. Оп. И вы понимаете, что у вас 2 точки. Понимаете, да? То есть, улитку можно и нужно. Отличный способ. Номер 15. Самое основное. Не забывайте про ОДЗ. Вчера был тонкий момент. Я как раз выпускал ролик. И поэтому выпустил комментарий. Все-таки ОДЗ лучше писать до решения. То есть, до преобразования. До решения. То есть, как бы решать. Можете его не решать. Хотя бы систему напишите. Условий. А потом уже решение самого неравенства. Преобразования. Потому что тогда вы как бы показываете. Чтобы показали какое ОДЗ. И уже на ОДЗ делаете различные преобразования. Так будет правильно. Да? Теперь. Какие фишки? Ну вот это вы помните. Уже самую стандартную я говорил. Короче. Фишки вот эти. Когда у вас 2 минус x в квадрате. Как в том году. По основанию 2. А здесь стоит плюс логарифм. Логарифм x минус 2 по основанию 2. Все. Помните, да? По ОДЗ у вас будет x минус 2 больше нуля. Поэтому вот эту штуку вы переделываете в x минус 2 в квадрате. Вот так. И только тогда вы носите вот эту двойку. То есть у вас получится 2 логарифм по основанию 2 от x минус 2. Плюс логарифм по основанию 2 от x минус 2. И пишите, что вы можете так сделать. Так. Как. По ОДЗ. x минус 2 больше нуля. И делаете обоснование. Никакого модуля ставить не надо. Это фишка, которая была в том году. То есть опасность. В следующем. ОДЗ. Вы должны написать все ограничения. В том числе, что знаменатели не равны нулю. Так. Понятно. Да. Блин. Кажется, я не хотел делать шпаргалку. Кажется, пошла шпаргалка. Мини шпаргалка с основными трессами. Вот. И вот здесь. Вот эта вот фишка из прошлого года. Максимально актуальная. Так. Не забывайте про метод рационализации. Давайте так. Еще раз подытожим. Можно ли использовать метод рационализации. Да. Можно. Я думаю, что где-то 99,99% можно. Но. Да. Есть какое-то маленькое количество экспертов, которые вам его не засчитают. Посмотрите мой ролик на канале. Можно его посмотреть еще успеть. Сегодня специально. Поэтому. Как бы оставляю время на отдых и на что-то посмотреть. Я сейчас скажу еще, что делать вечером передвигать. Да. Вот. Проблем не будет. Но посмотрите ролик. Если что, запомните доказательства. То есть метод рационализации штука хорошая. Можно и нужно использовать. Можно повторить свой свой логарифм. Так. Что делать дальше? Ну давайте. Номер 13-15 понятно. С номером 17. Какие основные теннисы? Какие? На чем? Значит. Что нужно здесь помнить? Смотрите. Номер 17. Мы помним уже, что сразу в чистовик. И в номере 17 я вас очень прошу, прочитайте условия. И решайте задачу, которая там написана, а не ту, которую вы хотите решать. То есть если там нет арифметической прогрессии, не надо ее выдумывать. Там четко написано, что произошло. Кредит или оптимизация. Пишите, составляете уравнение, делаете таблицу, если это кредит и спокойно решаете. В здравом уме. Так. И очень важный момент, связанный с тем, что вот сливать или не сливать задачу. Вы должны знать, что за 17 ставят 2 из 3 за вычислительную ошибку. За вычислительную ошибку. Так. Понятно, что формулировка вычислительной ошибки, это когда понятно, ну она разная, но предположим, вы реально. Предположим, вы реально. Что делать, если у ДЖ не решается? Да, это хороший момент. Давайте. Что делать, если у ДЖ не решается? То есть не решается. Скорее всего, оно автоматически учитывается при решении задачи. Автоматически учитывается при решении задачи. Просто вы, например, этого не заметили. Просто не дорешивайте его и пишите ответ. Да, кстати. Смотрите. Сразу еще важный совет. Это вот касается 17 и всех остальных задач. Если вы дошли до какого-то момента в решении задачи, так, если вы дошли до какого-то момента, но вы не понимаете, у вас есть ответ, но вы не можете обосновать, или вот там ОДЖ не решается. Что нужно сделать? Что? Не писать его в бланк? В чистовик? Писать обязательно. По параметру. Дошли до какого-то уровня? Написали. В 19-е В дошли? Написали. Обязательно напишите все решение в бланк. Например, по параметру критерии оценивания могут быть разные. И вы, например, вообще не написали ничего, а у вас, например, решение на 1 балл из 4, на 2 балла из 4. Это лишние баллы. Понятно? Обязательно напишите в бланк. То есть может быть что-то там прокатит. Значит, смотрим. В 17-е. 2 из 3 за вычислительную ошибку. И вот та ситуация, о которой я говорил. Вот той девочке, которая час 20 потратила на 17-ю, что ей нужно было сделать? Ей нужно было оформить и в ответ дописать некрасивое число. Почему? Да потому что если бы у нее была тупо вычислительная ошибка, например, 2 плюс 3, там типа она посчитала 6, это вычислительная ошибка. Возможно, у нее была правильная математическая модель вся. А я, кстати, потом смотрел, она была правильная. И она сделала где-то одну вычислительную ошибку. И с учетом вычислительной ошибки у нее все действия верные, просто ответ неверный. Она могла из-за брать 2 из 3 баллов и пойти дальше. Да, не хочется терять 1 балл, но такая возможность есть. Получается некрасивый ответ в 17-е. Пишем его в чистовик, в бланк, бомбим, идем дальше. Ясно? По 17-е вот такая фигня. Дальше. Смотрим. По 19-е, да? Ну давайте я что-нибудь сотру. Давайте я про 15-ю сотру и напишу про 19-ю. Про 19-ю. Важный момент. Смотрите. Просто напомню структуру. Понятно, что теорию по 19-й никак напомнить нельзя. То есть там нужно просто порешать задачки, какие-то основные теоретические факты отработать, да? А не последний день это делать. Вот. Значит, по 19-й. Три пункта. А, Б, В. Значит, в пункте В это оценка плюс пример. Оценка плюс пример. Не забывайте. Да, то есть тут один балл, один балл, два балла. Значит, оценка плюс пример. Вас спрашивают, как правило, в пункте В. Найдите наибольшее, найдите наименьшее что-то. Так? Это значит, что вы должны дать ответ. Например, вас спросили, какое максимальное количество чисел будет. Вы должны дать ответ, доказать, что больше чисел, чем ваш ответ, быть не может, и привести пример. Не забывайте. Если вы все докажете, но не приведете пример, вы уже можете потерять баллы. То есть это не то, что можете, вы точно потеряете баллы. Правильно? Ясно? Из двух вещей состоит решение пункта В. Оценка. Доказывайте, что больше быть не может. И пример приводите для своего ответа, что он существует. Здесь, как правило, ответы чередуются. Да, нет, нет, да. Но не важно. Короче, в пунктах А и В. Если вас просят привести пример, или вас спросили, а может ли такое быть, и вы говорите, да, такое может быть. И вы можете привести пример. Важный момент. Вам не нужно нифига объяснять, откуда этот пример взялся. Как вы его придумали хитроузовым? Вы пишите просто. Если ответ да, вы пишите ответ да, вот пример. И пишите какой-то пример, там чисел или чего-нибудь, да, пример. Но многие забывают, что нужно объяснить, почему этот пример подходит под условия задачи. Понимаете, да? То есть надо объяснить, почему пример действительно тот, который нужно. Но как вы его придумали, объяснять не надо. Если ответ в пунктах А и В нет, вас спросили, ну что-нибудь, может ли быть такое? Ответ нет. Нельзя написать просто нет. Понимаете, да? Нужно привести доказательство, почему нет. Объяснить. Так, как что-то там, целое сочинение пишите. Как писать решение в таких задачах? На всякий случай напоминаю. Словами. Берешь, прям вот в голове прокручиваешь, как бы ты объяснял мне, например, да? Что там? Так, как числа стоят через один, то четные, нечетные, чередуются, а значит, вот. И прям так словами пишешь. Так, как, вот просто сочинение. Чем подробнее, тем лучше. Тем меньше шансов, что эксперт снимет баллы, тем больше шансов, что он все поймет. Ясно? Ясно. Это с девятнадцатой. Шестнадцатое. Ну давайте просто в чат закинем F для шестнадцатой. К сожалению, жалко. Она, я думаю, умерла еще до того, как мы начали ее решать. Геометры есть сегодня на стриме, кто ботал со мной в течение года, на закрытых, на ютубе ботал со мной геометрию. Геометры есть. Если есть, то тогда F в чат, потому что, к сожалению, она рипнулась, скоропостижнулась шестнадцатое. Я думаю, вы просто придете на ЕГЭшку, а в бланке вместо шестнадцатое просто уже как бы там, ну, все. Да? К сожалению, да. Рип номер шестнадцать. Все. К сожалению, там будет, наверное, такая картинка, потому что ее просто нет и просто там три из трех сразу автоматически стоит. Ну потому что как бы понятно, да? Ту геометрическую мощь, которую мы делали здесь, там шансов никаких нет. Там просто, ну ей конец. Ну а если серьезно, то просто сразу мы договорились, что мы делаем ее в чистовик и просто убиваем. Здесь никаких советов нет, главное расписывайте все подробно. А, нет, есть совет, да? Пожалуйста, кто-нибудь скиньте в чат, пересмотрите видео, что с доказательством, а что без. Ключевой тезис. Если то, что просят доказать, прям в задаче, просят доказать, является фактом, то есть вы прям знаете этот факт, я утрирую, там свойство ортоцентра, да? Или лема отрезубца. То надо доказать. Вы же знаете эти доказательства, понимаете, да? Вопрос подробности и объяснений. В 16 самое главное не потерять баллы случайным образом. Поняли? То есть, например, вас просят доказать, ну я утрирую, я утрирую. Ну не знаю. Вас просят доказать, что биссектрисы смежных углов перпендикулярны. И вы такие пишите. Кажется, биссектрисы смежных углов перпендикулярны. Мне Эмо говорил. На стриме? Вот ссылка. Вам поставят ноль. Я утрирую. Если это просили доказать, и это прям и есть сама суть задачи, пишите доказательства. Значит, этого от вас и хотели. Понятно, да? Значит, этого от вас и хотели. Значит, в 16, в 13, в 15, в 17, в 16, в 19 понятно. С 14 здесь никаких вопросов быть не может. Просто все, просто все обосновывать. Надо обоснование. Об-основ-а-ни-е. Качественные обоснования, а не просто какие-то непонятные рассуждения. Но есть такая тема. В 14 иногда люди плохо ссылаются на какие-то факты, теорема трех перпендикуляров, что-то еще. Но почуйки хорошо чувствуют стереому и могут решать. В принципе, давайте скажем так. Это плохо, потому что, скорее всего, снимут баллы за обоснование. Но если вы считаете, что вы решили стереому и пункт А, и пункт Б правильно, типа доказали, нашли верный ответ, но широковатости в обосновании, что нужно сделать правильно? Все равно запишите в бланк, а вось прокатит. Может быть не с ним. Ну и что делать с параметром? Всем понятно. Ну как всем понятно? Ребят, есть кто реально планирует? Напишите в чат 18, если вы планируете решать, убивать параметр на ЕГЭ-2021. Я просто хочу понять, есть такие люди сейчас на стриме или нет? Я скажу основные ключевые моменты. Все, я понял. Параметроведы в деле. Дикие убийственные параметрические машины. Смотрите. Берешь параметр. Я думаю, что вы это и так знаете. Хорошо, расскажу для новичков. Смотришь. Он по-любому выглядит как дичь какая-то. С буквой А. Ты такой, окей, что первое нужно сделать? Сначала посмотри, что это могло бы быть. Как можно решать, алгебраически, графически или через функции исследовать. Так? Какие намеки? Значит, как? Просто реально, по-честному должен проверить. Сначала графику проверяем. Если ты явно видишь, что изображены хорошие там какие-то множество точек, окружности, парабу и так далее, возьми на черной реке, попробуй порисовать сразу. Возможно, сразу поймешь какую-то механику. Так? Раз. Если понимаешь, что красивых каких-то графиков нет, тогда пробуй алгебру. Пробуй что-то повыражать, по-честному решить. Так? А вот если ты понимаешь, что ни графика, ни алгебра не бьется, это я сейчас рассказываю план в случае, если ты увидел незнакомый параметр. Те, кто ботали параметры нормальные, они просто приходят на ЕГЭ, смотрят на это и говорят, а ясно-понятно, мы это решали. Там это корыто, там, не знаю, это XOA, там это теремовиетер, все убивается на изи. Там графика двигается по траектории какая-нибудь гавочка, все норм, да? Но если вы смотрите и пока что, вы не понимаете сразу, вы новичок или просто плохо ботали, или задача новая, и вы не видите, как ее решать, смотрим на графику, пробуем алгебры. И если не то, не то, не каная, или, например, в алгебре дошли до какого-то момента, как помните, мы на днях решали, да? Мы дошли до какого-то момента, что у нас логарифм А по основанию 2 плюс корень из 2А, чему там был равен трем. Вот. То есть мы алгебраически решали параметр, выразили X, подставили, и у нас получилась вот такая фигня. Логарифм А по основанию 2 плюс корень из 2 равно трём. Мы легко угадываем корень, что А равно 2 является корнем, но решить уравнение значит найти все его корни и доказать, что других нет. И вот здесь дальше алгебра не добивается, потому что нет таких формул, которые преобразуют логарифмы с корнями как-то. Правильно? Вот. Если в алгебре случился какой-то затык, и вы понимаете, что преобразовать выражение дальше не получается, исследуйте функцию. Вот подумайте, что это за дичь. Первое правило, на что исследовать функцию, на монотонность. Как? С помощью производной. Или что сумма двух монотонных функций возрастающих, возрастающая функция. А тогда она равна константе, максимум одно решение, и мы его нашли. Осознали идею? Смотрите графику, если ее нет, алгебра, если затык в алгебре, и выражение, как еще определить, что нужно исследовать функцию? Выражение разного характера. Но это, как я не знаю, это в огороде Бузина, а в Киеве дядька. Это дядька, это в огороде Бузина, причем тут дядька в Киеве и Бузина в огороде. Понимаете? Да, о чем я говорю? Это не как лучок-пучок. Вот лучок-пучок, это все понятно. Кап, о чем лучок-пучок? Они вместе, рядом. Лучок-пучок, бро. Бузина, Киеве, дядька, не бро. Потому что они никак друг с другом не складываются, никаких формул нет. Если функции разнородные, скорее всего, исследования. Ясно, да? Все ок, с этим мы разобрались. То есть какие-то основные, я просто момент напомнил, еще раз. Просто вот это, пожалуйста, запишите. Реально, вот сделайте себе маленькую шпору, у вас по каждой задаче будет там несколько тезисов. Я не шучу, это будет лучше, чем миллион формул. У вас все есть в голове, братан, поверь в себя, ты ботал весь год, или месяц, или три месяца, но ты же ботал. В твоей голове есть эти формулы, которые сегодня будут рассказывать в интернете, на стримах какие-то шпаргалки писаться тысячу лет там. Просто у тебя каша произойдет, тебя будут они отвлекать. Ты уже все это знаешь. Тебе нужно только какие-то тезисы, да, ключевые. Тебе вообще мотивация, нужна мораль бешеная, дикая, лететь, бомбить, крушить, ломать, понимаешь? Тебе просто вот по этим тезисам, которые я написал себе, на листочек напиши по задаче, вот их запомни, да? Причем, кстати, ну это не шпора, там даже формулы нет, это словесные формулировки какие-то, что нужно вспомнить, что нужно проверить. Решил пятнадцатую. Так, ему говорю, вот это проверить, вот это, ага, написал до, вот это вот, чтобы там двойку вы не спо... Все, ага, что проверить семнадцатый? Вот это, девятнадцатый, ага, все, чисто основные там рэперные точки, проверить ключевые моменты, больше тебе ничего не надо, ты сам убийца уже, я тебе ничем помочь не могу, все. Ты завтра приходишь, просто, просто вот так заходишь и разносишь. Факт. Теперь, что сегодня делать? Сейчас почти час дня, правильно? Почти час дня. И вы такие, я сейчас буду ботать, не надо ботать. Есть важные ключевые моменты, ребят, у головы тоже как бы ресурс конечный. Она устает, реально. Устает решать задачи. Устает думать. Первое. Что сегодня? Давайте, бро. Не бро. На последний вечер передвигай, на последний день. Бро. Не бро. Первое. Не бро это. Решать сложные задачи. Решать сложные задачи. Это не бро. Почему? Значит, как это работает? Вы будете решать сегодня сложную задачу. Значит, у вас сегодня, значит, голова напряжется. Не дай бог, вы в ней что-то до конца не поймете. Так? Вы в ней что-то не поймете? Ваша голова завтра будет во время экзамена думать об этой гнусной, тупой задаче не бро. Понимаете? Вы не сможете себя заставить. Она постоянно будет мешать вам в другие, более простые задачи. Оно вам надо? Не надо. Не надо решать сложные задачи. Что вместо этого? Кто наш бро? Ну, там, не знаю, условно, смотреть, смотреть короткие ролики. Смотреть короткие ролики с задачами. Норм. То есть, если очень хочется, можно. Условно, ролики 7-10 минут. Вообще изи. Не напряжно. Пошел, в ванной прилег, стоишь там, ну, там, ему там хоп, рассказывают. Там убийство за 30 секунд, за 3, за 5, за 7. Чисто вспомнил, кайфанул. Все. Ну, просто если боишься, что там в тонусе голова там перестанет быть. Ну, давайте. Что еще? Не бро. Давайте сразу не бро напишем, что не стоит. Вообще есть такой общий тезис, что не стоит делать в последний день перед экзаменом. У вас звучит очень странно. Нельзя делать. Смотрите, сейчас я как напишу. Делать что-то необычное. Я сейчас объясню, что это значит. Значит, делать что-то необычное, ребят, это не бро. Я вам отвечаю. Честно. Делать что-то необычное, это не бро. Почему? Смотрите. Вы должны найти для себя как бы то состояние, то состояние, в котором вы знаете, что если вы вечером в этом состоянии, то завтра с утра вы в хорошем состоянии. Что я имею в виду? Ну, вот как я, когда у меня важное мероприятие, рано вставать с утра. Я точно знаю. Я там нервничаю, может быть, или переживаю. Я должен вечером вести себя так же, как веду обычно. Да? Чтобы завтра с утра быть в обычном нормальном состоянии. Не надо пытаться сделать что-то специально супернеобычное. Вы такие, так, кажется, сегодня, если я, там, я не знаю, пробегу марафон, точно я быстрее усну и завтра буду бодрым. Нет! Откуда? Если вы так постоянно не делаете, вы, например, решили себя сильно физически перегрузить в этот день перед экзаменом, у вас какой-нибудь там жесткий тонус мышц, вы резко уснули, но проснулись разбитым, у вас не хватило восстановления. Понимаете, про что я, да? И вот не нужно экспериментировать ни с чем необычным перед экзаменом. Вы должны быть таким, какой вы есть, чтобы с утра проснуться в вашей обычной форме и себя реализовать. Вот что надо делать. Не надо делать никаких необычных ходов. Правильно? Ну давайте, что у нас бро? Ну давайте, бро это... Ну, наверное, давайте, немного спорта напишем. Немного спорта это бро. Немного спорта это бро или в скобочках просто погулять. Просто погулять. Вот. Вот это норм. Так? Давайте так. Это норм немножко развеяться, погулять, пообщаться. А, забыл, бро. Бро, бро, бро. Смотреть ролик МО с мотивацией. Смотреть... МО... Тивацию. Это бро. Смотреть мотивацию это точно бро. Давайте какое-нибудь не бро. Ну абсолютно точно не бро. На всякий случай напишу для алкашей каких-нибудь. Алкоголь. Алкоголь. Это не бро. Алкоголь не бро. Энергетики не бро. Энергетики не бро. Всякие наотропы тоже не бро. Только если вам их не прописал врач. На всякий случай напишу. Это не бро. Это не надо делать все. Так? Вот. Что еще? Ну давайте подумаем. Решать с помощью задачи не надо. Повторять надо, да, сказали. Смотреть короткие ролики и так далее. А, ну бро. Мы уже обсудили, да. Заранее. Узнать. Процедуру. Проведение. Как заполнять и так далее. Процедуру проведения ЕГЭ. Чтобы не тратить свой мозговой ресурс и время на самом ЕГЭ. Когда вам вот эта женщина, которая там была нарисована. Будет объяснять. Давайте ваши варианты в чат. Где бро, где не бро. Да, сигареты фу. Алкоголь фу. Лучше посмотрите на мою эстетику. Да. Это хороший тезис. Сигареты фу. Алкоголь фу. Лучше посмотрите, да. На ЕГЭшную эстетику. Завтра будет просто эстетика в номере 16. Я вам отвечаю. Там никакой Данил Степанов просто рядом не стоял. Просто номер 16 будет супер эстетика. Реал. Если будет у него тот гроб, который я нарисовал, там просто будет эстетика в 16. Просто Данил Степанов бы расстроился, если бы увидел такую 16. Он просто посмотрел бы и все. И такой. Моя эстетика не тянет по сравнению с эстетикой этого номера 16. Это красоты. Киберспорт чутка можно. Поиграть, развлечься. Ладно, давайте напишем, да, что все-таки немного поиграть, развлечься. Там киберспорт почему нет? Киберспорт. Я бы, например, если бы сдавал ЕГЭ, я бы вечером, ну часочек, час-полтора, я бы покер на покерстарсе бы катнул. Так. Развлечься снимает нагрузку так немножко. То есть можно, кто-то там, кто в доту играет и так далее, можно, конечно, чуть-чуть поиграть. То есть я бы, смотрите, я бы отошел от матеши бы просто. Я бы чуть-чуть к ней возвращался, потому что действительно страшно, хочется немножко посмотреть чего-то, да. А так бы все, я отстранился. Просто я хожу, я лежу, отдыхаю, кушаю нормально и так далее. Да, важный момент. Смотрите, здесь сразу есть бро и есть не бро. Давайте выделим место бро-не бро. Это сложный момент. Смотрите, бро. Шестой. Покушать перед ЕГЭ. Но у него есть как бы антагонист не бро. Покушать перед ЕГЭ, скажем так, нормально, потому что башка не будет варить, если ты будешь голодный, ты будешь хотеть есть. Смотрите, антагонист, да. Покушать перед ЕГЭ, чтобы покакать. Понимаете, да, о чем я говорю? Потому что если вы покушаете так, просто закажете себе миллион всего или какие-нибудь острые крылышки из KFC, значит, то вот с вами на ЕГЭ произойдет вот это. И вы потеряете, сколько, не знаю, там вы это делаете, там 10 минут экзамена. Понимаете, да? Набивать живот так, чтобы приехать на ЕГЭ и через 20 минут просто... Типа, вы не вот так тогда будете вот так вот входить. Вы просто вот так вот руки сзади будете вот так просто. Это не нужно, потому что будет проблема. То есть вы просто пойдете и вы можете там застрять. Особенно если острый крылышок. Так. Ребят, стрим обновился, а то OBS-ка что-то лагнула. Стрим обновился, стрим идет. Да, стрим идет. Все, ребят, погнали. Смотрите, короче, вот так делать не надо. То же самое с водой. Водичку попивайте, но как я, например, делать не надо. Я обычно, когда пить хочу, я беру вот так вот литруху и литруху за раз выпиваю. А потом происходит не бро, я иду в туалет. Вот. Но есть другой момент. Бро, если вы любите ходить в туалет, вам там хорошо думается, ну, реально такое бывает. То есть развеяться, пройтись по коридору в принципе нормально. Просто вот это, мне кажется, не очень. Мало ли чего там. Может, там вообще, вы пришли и там засаду, туалетная бумага кончилась. Вы такие сидите там. Проверяешь по-братски там. Дайки им. Не надо. Это не бро. Взять с собой шоколадку, бро. Пятое. Ну, давайте, пятое. Шоколадка с собой, это бро. Шоколадка, это бро. Вот. Да. Дайки им там с этой, какой-нибудь там, с этим уродским параметром. Я сделаю с ним то, что он заслужил. Так, ребят. Это рассказал, это рассказал, это рассказал. Думаю, что и контент впихнул за часик. Между прочим, реально важные вещи. Это был не только юмор, ребят. Это были важные вещи. Акценты расставлены. Не нужно было здесь разводить на три часа какие-то формулы. Поэтому вот я такой формат новый придумал. Есть ли реально какие-то вопросы? Конкретно четкие, содержательные вопросы? Потому что я вас больше не задерживаю. Сейчас пойдем доделаем ролик с итоговым наставлением. Немножко там зачитаю у вас. Рэпчика. Для вас. И в два часа релакс, стрим. Будут Романыч там всякие там. Все Али, преподы там. Пообщаемся с вами. А, ДВ, ДВ, ДВ. Смотреть ДВ. Я вам так скажу. Смотреть ДВ, это короче такой. Смотрите, ДВ. Смотреть ли ДВ. Давайте назовем его хитрый бро. Это хитрый бро. То есть он как бы и бро, и не бро. Но есть матершины слова для таких, которые одновременно и бро, и не бро. Но это хитрый бро. Но, значит, смотрите. Кофе с утра, смотрите, кофе с утра для меня бро. Я каждое утро пью кофе. Первое, что я делаю, я лечу Хасаню на своей машине просто за кофе. Сразу. Пока я не выпил кофе, все, это не то. Я не могу ничего делать. Ну, в смысле, могу, конечно. Ну, короче, я люблю пить кофе с утра. Для меня это надо, да. ДВ, это Дальний Восток. Возникает вопрос. Смотреть ли задачи Дальнего Востока. Это не совсем честно. По отношению к ребятам с ДВ. Но, как бы, братишки с ДВ, мы в этом не виноваты. Это понятный вопрос к составителям. Зачем давать одинаковые задачи? Да? Не должно быть такого. В прошлом году реально. Вот когда про 15-е я говорил, что была вот эта штука с вынесением, и многие на ней накололись, да, там на ДВ. А в Москве дали то же самое. Один в один даже было. То есть совпало 15-е. Совпало. Ну, и понятно, что другие будут смотреть. Да? Поэтому, с одной стороны, посмотреть какие-то простые задачки, простые, просто вариант, глянуть, можно. Потому что реально это дает профит. Ну, вот там 15-е. Хотя, с другой стороны, вы и так бы решили это 15-е, если бы готовились. Решать сложные задачи, 19-е параметры и все такое, я бы с ДВ не стал. То есть поэтому это хитрый, бро. Смотрите, в чем прикол. Это хитрый и подлый, бро. Вы можете начать решать задачи, прорешивать с ДВ. Вы нагрузите голову сложными задачами, решите, по сути, там пол-варианта или целый вариант. Вы уже устали. У вас сил не хватит, а нормальный вариант. И вы будете думать об этих задачах. А вы должны будете решать другие. То есть вероятность, что попадется много там совпадающего нет. Поэтому это хитрый, бро. Я бы взял пополам. Я бы чуть-чуть посмотрел бы буквально, капельку, да, 20-30 минут. Глянул бы, пока бы ехал тут. Ну понятно, накидал бы и все, и забыл бы про это. Я бы сделал так, компромиссный вариант. Вот мой ответ про ДВ. Дробить номера на ЕГЭ можно. Написали номер 16А, написали решение. Потом другие задачи, потом номер 16П, написали решение. Понятно? Можно. Ну, ДВ будет везде. В интернете он будет валяться везде. Все, ребят. На вопросы и серии оформления сейчас не отвечаю. Есть стримы на канале. Можно еще быстро глянуть чек. Все. Успокойтесь. Прекратите писать о ДЗ и так далее. Миллион вопросов. На них отвечали тысячу раз. Дружище, ты уже знаешь ответы на эти вопросы на самом деле. Ты не нервничай. Не надо уже никого ничего спрашивать. Ты просто успокойся. Спокойно сейчас. Присядь, отдохни, колу, бургер, хоп, чуть-чуть пройди, прогуляйся, друзьям позвони. Каточку в ДОТу, например, тоже можно. Все. Успокойся. Понятно. Очень спокойно. Проводим остаток дня. Завтра заходишь в аудиторию. Ты помнишь, как заходить. Просто выносишь в хлам. Не забывай после решения каждой задачи, но не громко, а то выгонят. Убил задачу, убил, сказал. Мощь. Мощь. И по сторонам посмотри. Потому что если ты увидишь таких же, кто так и делает, все, понимаешь. Это вот эти люди, которые здесь были. Все. И еще важный момент. Это, кстати, звучит как шутка, но это на самом деле реально работает. Для тех, кто смотрел чьи-то стримы мои или кого-то других преподавателей, любит другие стримы смотреть, неважно. Вот голова у нас так работает, что вы не всегда можете все запомнить. Стримов-то много, разный контент и так далее. Так? В первую очередь, понятно, я говорю для марафонов, которые меня смотрели. Вы посмотрели тонны стримов, и у нас там все было, что будет на ЕГЭ. Но вы можете просто забыть. Случайно как-то, да? Смотришь на задачу, не получается. Реально представь, да, вспомни, что я говорил, да, можно там голос вспомнить. Думаю, что у всех это в голове, да? Вспомни, как это было на стриме. И тогда у тебя начнут в голове просыпаться, как бы вспоминаться те вещи, которые были на стримах. Просто подумай, а что бы Максон сказал, да? А вот вспомни фрагмент стрима какого-то любого, а потом вспомнися тот, на котором была эта задача или похожая идея. Это реально так работает. Короче, будет проблема, я пришлю тебе в голову маленького Максона, он тебе подскажет. Ты просто скажи, да? И там, Максон, проблема, подойди. Хоп, я Максона тебе пришлю. Все, он тебе поможет. Все, ребят. Маркер кину, кину, кому надо. Завтра, вообще, все, вы просто убийцы, вы все знаете, приходите, ЕГЭшку разрываете. Ролики с разборами завтра выпущу. Все, сегодня не парьтесь, отдых. Всем спасибо, кто весь год со мной ботал, еще будет видео, я говорю, с мотивацией итоговой. Короче, ну что, просто был счастлив с вами вместе работать, со всеми. Вообще, всех люблю. Вообще, и те, кто ботал, и те, кто не ботал, и хейтеров, и не хейтеров. Все молодцы. Приятно было с вами проводить очень этот год. Год был жесть, просто жесть интересный. Я в шоке просто, что сегодня, 6 июня, я не знаю, как оно прошло. Вчера было 15 сентября, мы начинали, проводили первый вебинар. Я вообще уже ничего не понимаю. У меня все смешалось, как будто этот год, там он уже длиной в жизнь. И все это делается, я ничего уже не понимаю. Он просто, вроде бы и быстро пролетел. Оказывается, что это было миллион лет назад. То есть, это уже все, я к этой доске уже прирос просто, и ко всему к этому. То есть, ну, жизнь, у меня каждый день так, понимаете, вот в этом происходит. Ну вот, так что все. Всем спасибо. Еще увидимся, не прощаемся. Кто-то, может быть, на курсе высшей математики будет заниматься. Вот, я думаю, что с форматом веба сегодня я все-таки угадал. И писать 3 часа эти шпаргалки нафиг никому не надо. Все, давайте, ребят, еще будет ролик с мотивацией для вас я подготовил. Там будет пушечка. Пересмотрите еще сегодня, посмотрите, и пересмотрите завтра перед Гэшкой. Все, давайте. Субтитры сделал DimaTorzok